Всем привет! С вами Алексей Сыпачевский. Сейчас я хочу поговорить о том, как неправильно выбрать ракетку. В смысле, для того, чтобы вы это знали и чтобы вы так не делали. Потому что есть одна очень распространенная неправильная модель подхода к выбору ракетки, которую я уже очень давно наблюдаю и по-прежнему ее можно широко видеть. Дело тут в том, что человек, который выбирает себе ракетку, обычно это еще не очень опытный теннисист на этапе постановки техники, на этапе где-то в районе начального обучения, вот он ставит себе целью при выборе ракетки взять что-то такое очень знаменитое, классное, дорогое. И при этом что получается? Получается, что если мы берем какую-то, неважно насколько дорогую и классную ракетку, но если она нам при этом совсем не подходит, то играть ей получается плохо, а когда речь идет об этапе формирования техники, то это еще и сильно мешает ставить технику, затрудняет формирование техники, замедляет прогресс, в общем мешает всему. А дело тут в неправильной постановке цели. Ставится цель взять что-то очень классное, но так вот абстрактно от себя, забыв про себя, не думая о том, что ракетка в первую очередь должна подходить игроку. А если мы сейчас говорим о этапе обучения, этапе формирования техники, то она должна в первую очередь подходить по сложности, она не должна быть слишком быстрой и слишком сложной, чтобы ей действительно можно было быстро учиться, а не чтобы она не давала учиться. И я такое наблюдал очень много раз, и уверен, что еще очень много раз увижу, когда люди выбирают себе ракетку за 200 долларов, за 300 долларов, какую-то очень дорогую и классную ракетку. Но эта дорогая и классная ракетка, она бы подошла к какому-нибудь мастеру, к какому-нибудь игроку с уже очень хорошей техникой, с очень хорошим уровнем. Но она слишком быстрая, слишком жесткая, слишком сложная для человека, который только учится играть. И хорошо еще, если до такого теннисиста быстро доходит, что он этим не может играть, и он пересматривает задачу, и он решает выбрать что-нибудь помедленнее, помягче, что-то, чем он действительно сможет играть, что-то подходящее. Но так бывает далеко не всегда. И можно видеть, как многие такие теннисисты изначально, ввиду наличия лишнего бюджета и ориентации на цену и крутизну, но забыв о своих потребностях, выбрали что-то такое очень дорогое и очень классное, но не подходящее конкретно себе. И годами с этим мучаются, и это замедляет рост, замедляет прогресс, и в итоге через несколько лет занятий с такой ракеткой играют намного хуже, чем могли бы играть. Кстати, тут на цену вообще не нужно обращать внимание как на какой-то первоочередной фактор. Можно выбрать и за те же деньги подходящую ракетку, и можно выбрать дешевле подходящую ракетку, даже намного дешевле. Главное тут не цена, главное, чтобы эта ракетка подходила по скорости, не была слишком быстрой, не была слишком сложной в управлении для начинающего. И в чем тут суть вопроса? Суть вопроса тут в том, что независимо от бюджета, который вы готовы потратить на ракетку, это классно, когда бюджет большой, можно ни в чем себе не отказывать. Вот это, я всем бы такого желал. Но, в общем, независимо от бюджета, в первую очередь нужно думать о том, чтобы ракетка просто была не слишком быстрой, не слишком сложной, чтобы она была подходящей. А затем уже нужно думать о том, насколько она там дорогая и классная, играет ли ей какой-нибудь Малонг и прочий чемпион. В общем, для того, чтобы с прогрессом было все в порядке, чтобы обучение шло быстро и ничего ему не мешало, в первую очередь нужно озаботиться правильной и подходящей для обучения скоростью, жесткостью и так далее ракетке. Дальше, если бюджет большой, можно выбрать из самых классных и дорогих комплектующих, дорогую ракетку. Если бюджет небольшой, можно взять что-то дешевое. Но дело в том, что 40-долларовая, хорошо подходящая ракетка позволит учиться в разы быстрее, чем 400-долларовая неподходящая. То есть тут ориентация на цену часто играет в злую шутку, потому что ориентируются на цену и забывают о том, что это должно подходить. Так что, если хотите быстрее обучаться и быстрее прогрессировать, выбирайте в первую очередь то, что подойдет. Если сами плохо понимаете, что на каком уровне хорошо подойдет, что подойдет именно вам, обращайтесь к нам. Мы на этом специализируемся. Я имею в виду знать какому игроку на каком уровне что правильно подойдет. Мы поможем подобрать именно такую ракетку, которая на данном этапе будет наилучшим образом подходить, будет позволять осваивать технику и быстро обучаться. Мы хорошо знаем любой ценовой сегмент. Можем выбрать максимально подходящую ракетку и из дешевых, и из средних, и из самых дорогих комплектующих. Как бы это ваше пожелание, из какого ценового сегмента и уровня качества выбрать. А мы уже обеспечим то, что будет именно хорошо подходить под конкретно ваши задачи на конкретно вашем уровне игры, под ваш стиль игры, технические особенности и все прочие нюансы, которые тут нужно учесть. Также можете послушать записанный мною ранее ролик о том, как понять, что ракетка слишком быстрая. Ссылку найдете под роликом. С вами был Алексей Сыпачевский. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова